В семье народного артиста России Николая Баскова произошло горе, ушел из жизни его отец Виктор. Согласно Супер, Басков-старший скончался 30 июня на 68-м году жизни. Реклама отмечается, что сам Николай узнал о смерти родственника, когда прилетел в Минск на закрытие европейских игр. По информации источника, бевцу не удалось отказаться от выхода на сцену. При этом перед публикой он предстал в черном костюме, посвятив выступление отцу. Причины смерти на данный момент не раскрываются, известно лишь, что Виктор Басков скончался после продолжительной болезни. В настоящий момент семья певца занята приготовлениями к похоронам. В минувшем марте народный артист, ставший участником очередного эпизода программы «Привет, Андрей», который был посвящен трагической смерти певицы Юлии Началовой, откровенно рассказал о приеме небезопасных препаратов. Согласно звезде российской эстрады, примерно 10 лет назад ему прописали гормональные таблетки, которые могли серьезно подкосить исполнителя. Гормоны. Мужику. Да я вообще бы сейчас не сидел здесь, если бы тогда его послушал. Спасибо маме, которая отговорила. Она у меня дочь фармацевта. В этом плане мне повезло, заявил артист. Также он признался, что после ухода Началовой стал еще внимательнее относиться к своему здоровью, а также призвал телезрителей последовать его примеру. По мнению Баскова, в этом вопросе каждый отвечает сам за себя. У гроба карманов нет. Берегите здоровье. Мы с вами вообще счастливые люди, что сидим здесь в студии. А кто-то ведь лежит, кто-то не ходит, подчеркнул артист. Кроме того, Басков вспомнил, что однажды его госпитализировали прямо из студии и сделали операцию по удалению аппендицита. Не пейте лекарства, которые вам советуют знакомые. Многие из них губят, а не лечат, посоветовал певец. В заключение он напомнил о ценности жизни, у нас у всех, не только у артистов, сложный путь. Мы, заложники своих обстоятельств, своей работы. Хочу сказать всем, цените каждый день своей жизни. Немногим ранее Басков также попал в скандальную историю, которая, согласно СМИ, произошла в Ташкенте. Как тогда писал Порталура. Ру Николай и его коллега Филипп Киркоров устроили дебош в аэропорту Узбекистана. Сообщалось, что популярные певцы кривлялись на камеру и требовали подарить им узбекистанский лимузин. Как рассказывали очевидцы, исполнители прибыли в столицу Узбекистана с целью выступить на открытии местного ледового дворца. Однако, едва сойдя с самолета, артисты якобы сразу же стали вести себя вызывающе, в частности, имитировали акцент местных жителей. Согласно прессе, многие поклонники певцов были возмущены поступком кумиров, обозвав их среди прочего животными и синяками. А еще за несколько месяцев до этого, благодаря особо внимательным поклонникам издательства Marvel, стало известно, что Басков стал героем одного из выпусков комикса о приключениях агента организации ЩА, ИТИ. Наташа Романовой, более известной как Черная Вдова. Неожиданное появление отечественного артиста случилось в выпуске The Avengers Prelude, Black Widow Strikes, Мстители. Вступление, Черная Вдова атакует, газета. Ру, по сюжету комикса Басков, посетитель пафосного ночного клуба, просит у Романовой, находящейся под прикрытием в образе официантки, бокал какого-то напитка из меню. Улыбаясь российской звезде, Наташа подчеркивает, что ей очень понравилось последнее выступление певца в Кремлевском дворце. Читателям комикса при этом Баскова представляют как одного из лучших теноров мира за всю историю. Комментируя любопытную находку, Басков, уже настоящий, а не нарисованный, признался, что не знал о своем существовании во вселенной Марвел. Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно доволен, приводят его слова Риа Новости. Смотрел только фильмы по комиксам, но теперь придется купить этот выпуск. На память. Фильмы Марвел смотрю, конечно.